всем здравствуйте рада приветствовать вас на своем канале сегодня хочу сделать для вас расклад не знаю насколько он вам понравится и нет вообще последнее время такая очень странная для меня или моего канала тенденция что вроде бы я выкладываю темы и либо идеи для раскладов до вроде бы все голосуют сделать и этот сделать и этот классный расклад вот а по факту как раз кино те расклады которых но больше голосует получается так что на них меньше всего просмотров вот я что-то не могу разобраться ну вроде бы люди голосуют почему не совпадает с количеством просмотров такая интересная тенденция последний взгляд на последнее время поэтому я даже не могу спрогнозировать как пойдет данный расклад насколько он вам приглянется или нет значит называется он очень просто в чем мой кайф скорее скорее всего он не совсем проглянется ну ладно я его все-таки сделаю работать я буду на колоде темного света если я уже забываю как называется колоды на колоде мона лиза я напоминаю что я использую как оракульную больше и на колоде театр кукол мне вот реплика вот такой коробочки очень удобная хотя я в принципе колодки все держу в мешочках но вот здесь вот этот вот коробочка мне подходит потому что энергетика данной колода она вот у меня прям такая действительно это колода очень эмоционально поэтому я ее и выбрала она не женская у нее нету женских энергий она какая-то такая больше по энергетике юни секс что ли но мне очень много эмоций не знаю почему вот какая-то такая вот но позиция у нас как обычно до три позиции голубенькие красненькие зелененькие камешек выбирайте как хотите хотите козит позицию и от сети выбирайте камешки ну и мы с вами приступим отодвигая вот эти два позиция номер один голубенький камешек так нам за что видно было вот эти вот сюда тайм-коды есть в описании также как и есть все мои услуги не забываем приобретать мой новый курс где я разбираю древнегреческий трактат гермеса трисмеиста очень интересный трактат причем интересный момент в нем заключается в том что очень часто в прямых эфирах вы спрашиваете о медитациях спрашиваете о душе что это такое там о боге какие-то такие моменты такой трактат как раз таки дает пояснения и ответы на эти вопросы да откуда появляется душа зачем вообще здесь рождаемся как это происходит так вот наверное уместнее будет приобрести данный курс я читаю данный трактат он не такой большой по размерам читаю его на двух языках на древнегреческом так как он написан на классическом греческом и затем перевожу его на русский с пояснениями то есть моя задача дать интерпретацию к этому трактату не столько даже перевод потому что перевод есть и на просторах интернета но к сожалению он далек и то чтобы от основного перевода для того чтобы перевести один трактат нужно иметь под собой какую-то вот философскую базу потому что все так достаточно закодировано и вот этим в принципе я и занимаюсь на своем новом курсе он такой достаточно маленький емкий там 7 7 уроков два из них в двух частях а уроки они получасовые то есть чтобы не не грузить вас в любом случае вся информация есть в описании к этому ролику загляните посмотрите вот как раз если у вас есть ответы касательно тех моментов которые я звучала ранее вы сможете получить там и так позиция номер один в чем же вот это вот кого-то возьму в чем же сначала ваш кайф в чем ваш кайф на моменте здесь сейчас да мы помним в чем ваш кайф моменте здесь и сейчас хочется сказать вообще кайфа как такового нет но если все таки есть кайф то просто в каком-то отдыхе да вот вы кайфуете от того что возможно позволяете себе иногда отдыхать либо в данный момент да вот вы находитесь по повешенному в какой-то такой неопределенной не определенном таком состоянии достаточно расслабленным когда не все понятно не все известно и как-то вот знаете раньше может быть это вас напрягало сейчас такое ощущение что-то махнули рукой и ну ладно всему до свое время повешу да то есть я и не против раньше это вас очень сильно напрягало да когда ничего не происходит ничего не развивается я не знаю как поступить что мне делать а сейчас как будто бы ну ладно пройдет и это тоже момент это тоже этап период и это тоже все проходит не поэтому вот в этом расслабление на данный момент в работе выпал рыцарь педаклей знаете вот в каком-то замедлении здесь я могу сказать вы как будто бы либо повзрослели потому что здесь ощущается такая знаете зрелая энергия то есть здесь не молодая юная огненная которая куда-то бежит что-то хочет попробовать ей все интересно здесь человек пожившие здесь человек видевший много не вот и поэтому узнаете вот после какого-то периода в жизни всегда ритмы как-то замедляются то есть у вас появляется это связано с тем что появляются другие ценности да то есть уже нету не то чтобы не способны до например там легки на подъем стали и поехали куда-нибудь отдыхать нет то есть это это не про вас здесь как раз таки про тот момент когда я себе позволяю не торопиться я себе позволяю идти этим ритмом и той дорогой по жизни которая удобна мне комфортно мне то есть зачем куда-то бежать зачем сливать свою энергию когда я четко знаю что придет другой трамвай да то есть всему свое время здесь у нас просто произошла к это вот переоценка ценностей вы кайфуете сейчас от того что вы живете по своим устоям по своим правилам так как вы хотите так как вам нравится и это это ценно для вас и вам это вот ну вот вот это вот для вас является кайфом но вот только сказала зачем бежать до за трамваем и сразу выпала верховная жрица верховная жрица как раз и она и говорит что я никуда не спешу и я не тороплюсь я нахожусь именно в потоке почему потому что верховной жрицы есть сакральные знания она знает то что не знает никто и именно по этой причине вот это вы знаете внутреннее спокойствие да я все получу у меня все будет но это не глупые какие-то надежды когда вот я ничего не делаю и просто полагаюсь на фортуна что вот она мне что-то подарит нет здесь вот это вот знаете как будто бы понимание что ли жизни понимание ритмов вы выбираете такую позицию что ощущение того что вот вы открыли какой-то для себя секрет понимаете открыли для себя какой-то тайну в контексте того что вот я посижу я понаблюдаю за цикличностью жизни и раньше бы я бегала по этому циклу вот а сейчас нет я просто подожду и вот время пройдет до цикл когда подойдет к нужной мне точке я вот просто возьму без каких-то усилий вот здесь вы как раз таки от этого кайфуете а кто-то действительно получает удовольствие от своего внутреннего состояния на данном этапе когда есть такое знаете вот успокоение это не лень и это не усталость а это расслабление действительно расслабление это отсутствие каких-то волнений переживаний не то что их не бывает в жизни а вот ваше отношение к жизни она изменилась и вот ваше новое лицо ваше новое состояние она вам нравится давайте посмотрим на колоде театр кукол что здесь нам скажет так что-то у меня криво стол стоит да я же не могу я же это ой скрипит против перфекционист так лучше что он скажет театр кукол в чем ваш кайф ваш кайф когда а знаете вот сейчас вы выбрали для себя какой-то путь и направление вот в этом моменте когда вы были завершим вы не просто там знаете вот как-то что-то пересматривали рефлексировали нет а вы скорее всего определялись со своим путем то есть куда я пойду как я буду дальше жить да что я хочу как я могу это получить и вот сейчас аркан следование выпал да вы как будто бы выходите ну то есть определились для себя что вы хотите в каком направлении хотите пойти и вам нравится вот этого состояния выбранного вашего пути вы как будто вы внутри себя получаете подтверждение пускай результатов еще пока нету как таковых да чтобы вот как-то отследить но вы как будто бы определили для себя направление вектор куда вы идете вы от этого получаете удовольствие потому что внутри есть отклик который говорит что да ты все верно делаешь ты все правильно правильно поступаешь и вам вот это вот нравится такое знаете вот ощущение некой ответственности да когда вот вы как будто бы взяли за себя за свою жизнь ответственность да и вы вот есть вот это вот удовлетворение и чувство что я управляю своими лошадьми да то есть я управляю они меня лошади несут а я как будто бы ну вот имею контроль над своими какими-то инстинктами над своими какими-то эмоциями и вам это нравится да вот здесь вот как будто бы что-то новое такое родилось и это приносит и это выводит во-первых вас из состояния замкнутости которые было у вас ранее а во-вторых появляется вот это вот удовлетворение от первого движения еще здесь нету оборотов как таковых вот вот как будто вы только совершаете ну вот только выехали еще нету каких-то вот знаете как будто бы здесь не прямой путь какая-то вот магистраль да а вы как будто бы еще к этой магистрали идете но вы уже четко знаете что надо там свернуть там несколько поворотов его так изменить две-три дороги вы выйдете на эту магистраль то есть вы уже направление для себя выбрали и вам от этого хорошо да вот это вот как раз таки аркан новизны выпал да вы кайфуете вот от это от этих новых ощущений новое ощущение заключается в расслабленности ваши вы всегда были человек который контролирует который управляет а тут вы поняли что да не хочу ничего контролирует пускай будет как-то даже не не то что вы полагаетесь на судьбу вы на себя полагаетесь но все как-то знаете я скажу здесь какой-то вот вы секрет для себя открыли какое-то осознание и это вас расслабило вот это вот дало вам какой-то вот новые а новые эмоции да здесь новизна с этим связано с эмоциональным каким-то фоном во вот вам вы нравите себе вы сейчас кайфуете от себя таким вы себя создали какой либо каким вы стали почему потому что вот ощущение того что вы впервые может быть начали себе заботиться вот что вам нравится кроме того что вы определились куда вы идете здесь у вас появилась забота о себе может быть раньше вы больше заботились о других а здесь как будто бы знаете вы заботитесь о себе и вы получаете плоды этой заботы то есть вы допустим ухаживаете за своим телом да через правильное питание через возможность выспаться но нужное количество времени через отдых через возможно физический нагруз то есть вы стали заботиться и ваше тело стало благодарным вам каким образом уже нету допустим каких-то отеков до а вздутие живота из того что вот вы изменили праве питание свое немножко то есть вы уже видите вот эту вот благодарность и отклик и это вам нравится то есть вам уже нравится например ухаживать за собой да я не знаю больше прогуливаться вот ощущение того что вы себе растали разрешают больше и вы получаете обратную связь от самой себя либо от самого себя от своего тела что все делаете правильно и вот это для вас абсолютно новое раньше такого не было хорошо и давайте теперь посмотрим вот на мой лизе от чего вы кайфуете уже быть она покажет нам какие-то конкретные вещи но в данном случае я вижу от своих собственных изменений до токи вы себя создали таким вы себя слепили вы получаете удовольствие ну да вот только сказала и вышел здесь отшельник причем здесь отшельник а сам леонардо до который сидит и рисует картин а я до этого сказала то как вы себя слепили а знаете здесь вы получаете удовольствие на данный момент от тех перспектив которые не перед вами открываются и вы от этого ну действительно наслаждаетесь я не знаю не то чтобы раньше у вас не было эти эти перспективы они были всегда но вы их по какой-то причине не замечали то ли они вам были недоступны то ли время было не то ну в общем что-то все время вам не давало этой возможности насладиться а сейчас вы этим как будто бы наслаждаетесь и вы идете к этим перспективам видимо раньше у вас не было движения то есть здесь вторая карта третья карта движения идет опускай в своем ритме вот но вы как будто бы начали действовать то ли раньше вы больше мечтали фантазировали очень мало действовали то ли не видели как надо делать поступать до либо дороги были закрыты вот сейчас как будто бы возможности открылись вы изменились ваше восприятие изменилось и у вас открылись перспективы знаете здесь как будто бы произошло какое-то завершение вот вы получили какую-то новость что ли допустим когда я не знаю там человек развелся да это сложно это неприятно но вот как будто бы вот я снова свободен да либо я снова свободна либо что-то завершилось я не знаю там вышел на пенсию к примеру да либо вышла и появилось как-то вот больше свободного времени и теперь я могу посвятить это себе то есть вот здесь произошло какое-то с одной стороны ну достаточно болезненное завершение с другой стороны закрывая одну дверь вы открываете новую но вот это вот болезненное она уже где-то в прошлом то есть это уже не сейчас здесь даже вас никак это не трогает когда-то тогда когда это случилось да это вот вас как-то цеплялась чем это было связано король мечей это было связано каким-то образом с принятием решения да вот я говорю либо за вас кто-то принял решение да либо ну вы приняли какое-то решение ну вам она легко не давалось то есть здесь вот прям цена этого была достаточно такая вот высокая вы заплатили ну вот как будто вы знаете вот плачу от купные до большая сумма и возможно я потом останусь с голой опой но это ну вот за за это я покупаю какой-то вот свою свободу да вот здесь что такое и вам как будто бы надо было выбрать либо это либо это ну вот какая цена здесь может быть например но расставание с любимым человеком но при этом это было уже не перспективно там было все так тяжело уже ну все подходило концу но чувства доставались к этому человеку и вот вы себе как будто бы сказали что да я готов готова пожертвовать вот этими вот чувствами но все равно это уже не реанимировать да эти отношения и ну давай поставим точку и уже все уже будут другие возможности да в жизни вот вы как будто бы решились да на что-то и вот это вот все привело вас к тому что сейчас вы кайфуете а чего еще вы получаете удовольствие чего еще вы кайфуете но вот от той силы которую вы получили выпал аркан силы до от того что сейчас уже у вас получается здесь на карте изображен ученик готов которого знаете начинает что-то получаться он виде первые результаты своих вот этих вот каких-то магических ритуалов и ну он радуется допускает а маленькие какие-то шишки но он радуется и это вот вот прилив какой-то энергии здесь не про эмоции а здесь вот какая-то знаете вот ваша уверенность что ли появляется уверенность жизнь что вы стоите знаете хорошо так стоите на ногах и с выпрямленной выпрямленной спиной такой знаете вот уверенность какая-то появилась и вот это состояние вам нравится от этого вы на данный момент кайфуете такая была первая позиция так и мы переходим с вами красненькому камешку позиция номер два с чего я начинала да вот с этой колодой а двоечки а чего вы кайфуете вот в моменте здесь и сейчас давайте посмотрим тройка мечей какая-то боль вам приносит удовольствие интересная трактовка да только сказала в тройка мечей и девятка кубков здесь не про самобичевание до сразу скажу а здесь я поняла здесь как будто бы знаете вы получаете удовольствие того что вы преодолели какие-то какую-то вот свою скорбь какую-то свою боль возможно кто-то победил какой-то свой страх здесь знаете вот вы дошли до самой точки конечной нижней упали на самое дно да это было неприятно а вот сейчас вы как будто бы не погрязли в этом а вы смогли это преодолеть и вот это вот преодоление она приносит вам удовольствие да то есть вот я не знаю как какой-то может быть конфликт какая-то ссора что-то здесь такое произошло и вы как будто бы ну вот переступили через себя преодолели себя и вы себя за это зауважали его за того что вы себя зауважали вы это получается от этого удовольствие то есть вы возможно кому-то кого-то ранили до кому-то разбили сердце но при этом вы выбрали себя и вот это вот вам приносит удовольствие да может быть с одной стороны где-то больно и это неправильно но это по отношению к другому зато это правильно по отношению к вам потому что вы никогда себя не выбирали а вот сейчас вы как будто бы получаете удовольствие от того что вы наконец-таки научились принимать и вот здесь вот поэтому вот это вот скольтно давайте я уточню тройка мечей с чем связано да я говорю вот пятерка мечей у вас какой-то ситуация такой знаете это конфликтная да я не знаю может быть у кого-то с кем-то отстаивали что-то и здесь например если опять таки проходит что-то связанное семьей да вот с родной больше даже это не ваша семья с какими-то родственниками вот они за недвижимость да и возможно вы потеряли этого родственника да потому что суд например выбрал вашу половину да и сказал что вот вам перейдет какая-то какое-то наследство часть земли вот и при этом вы как будто бы создали себе врага в кавычках да в лице своего какого-то родственника но получили внутреннее удовлетворение почему потому что это правильно да это ну вот это это решение суда оно было верным да тот родственник обиделся но где-то видимо поступал неправильно да то есть допустим хотел то что ему не принадлежит либо это вот знаете какая-то вот конфликтная ситуация в которой вы знаете как будто бы проиграли бой но при этом выиграли войну вот здесь как-то вот такая вот двоякая может быть вы что-то потеряли но при этом вы приобрели что-то другое в данном случае себя да вы получаете от этого удовольствие и у нас выпадает дьявол здесь как будто бы знаете пришло к вам какое-то осознание то есть вы получаете удовольствие я не вижу здесь дьявола в минусе да то есть это не про искушение а наоборот в плюсе как будто у вас пришло какое-то вот осознание появилась жизненная сила вы как будто бы вернули знаете может быть здесь кто-то действительно совершал какие-то чистки и отсекли каких-то вампиров и вот вот это вот осечение ненужного окружения ненужных ситуаций она дала вот придало вам больше ну вы вернули какую-то свою энергию до который у вас воровали почему потому что раньше вы не знали на что ее потратить поэтому и были в вашем окружении вот эти вот все вампиры которые условно говоря вам помогали до забирали от вас ненужную вам энергию потому что но вы ее сами не смогли бы никуда реализовать а сейчас как будто бы у вас появилось вот этого желание да то есть я не знаю я хочу сделать какой-то проект там либо переехать либо еще что-то мне нужны мои жизненные силы и вы как будто бы поняли что теперь я не готова не готов делиться своими жизненными силами ни с кем вкладываться ни в кого я буду вкладываться в себя да и вот вы приобрели вот эту вот силу и вот эту вот уверенность и это придало вам какую-то вот знаете внутреннюю радость и и радость это и есть как раз и вот прилив энергии до возврат вашей энергии да и вы наполнились вот вы были в девятке кубков и перешли в десятку кубков да здесь прямо молодцы знаете энергия от того что вы победили самого себя в чем именно вы победили а вы пришли наконец-таки к двойке кубков вы не планы пришли наконец-таки на прямо падает на дьявола осознали вот это вот внутреннюю гармонию до научились внутренняя гармония именно в балансе тех энергии которые вы отдавали и то что вы принимали вы вот это вот прям знаете четко осознали для себя я не могу сказать прям научились или нет но вот какая-то вот здесь на уровне интуиции да у вас пришло вот это вот понимание как вам нужно действовать то есть головой вы еще может быть не понимаете да но интуитивно если вам спрошу например у что вам нужно сделать вывод прям четко понимаете что нет вот вот с этим человеком например не надо разговаривать либо а вот в этого человека должен вкладываться ровно столько сколько он а вот этого надо зеркали то есть как-то вот интуитивно вы сейчас стали это понимать и вот это вот вам стало нравиться ну безусловно потому что вышли вот в какой-то баланс какую-то ровную правильное взаимоотношение да самим собой в первую очередь и потом уже с другими а чего вы еще кайфуете вера вы знаете вот как будто бы вернули себе утраченную свою веру вот мы перестали где-то в какой-то момент верить себя а сейчас вы снова нашли и вот этот как раз ки с вашим новым состоянием то и связано то есть вы себя зауважали не знаю какая здесь одна какая-то ситуация была бы такая вот последняя где вы знаете это очень похоже на какие-то уличные драки да когда вот пацаны приходит повзрослели повзрослее ну там лет двенадцать четырнадцать да и есть какой-то вот мальчуган лет восьми девяти такой и хиленький да и ему ну вот как фильмов показы да говорят да я верни деньги или хотят отжать у него денег а он нет то есть я буду противостоять против вас двух троих до чтобы старше меня пускай у меня будут синяки но я не отдам потому что это моё то есть я что-то свое не да и так она в принципе получилось да то есть вас избили вам поломали всего но при этом вы получаете внутреннее удовлетворение так что вот я смог противостоять этому до этой ситуации что мне один не забрали в конечном итоге деньги мне как-то зауважали что вот я не хлюпик да я со мной можно и нужно считаться и вот вот это вот придало вам какую-то внутреннюю веру я же говорю у меня же прям мурашки это вот ваше состояние и исходя из него вы вот вас сейчас появилась вот эта вот активность конечно потому что появилась энергия которую вы растрачивали сами ранее и теперь вы ее можете направлять на то что вы хотите и здесь наверняка и понимаете ли вы куда вам сейчас тратить свою энергию и выпал арка надежды то есть вера надежды только любви не хватает как аркана да у вас есть идеи у вас есть какие-то планы пускай это знаете вот как намерение есть намерение что я хочу делать и вот куда я направлю свою энергию четко в действии это еще не переведено но по крайней мере есть вот это вот намерение она вас греет вот это вот самое такое важное то есть вы уже знаете на что мне ориентироваться да вот куда идти ну например появилось желание там не знаю хочу построить свой дом я еще не знаю где я найду деньги да либо сколько денег это надо но вот это вот внутренняя уверенность того что да у меня будет этот дом я его уже знаете так иногда бывает сидишь смотришь картинки интернете и вот вот в такое вот я хочу а потом да вот такое а вот это вот будет вот так а эта комната будет вот так и вы как будто бы не просто фантазируете а вы видите вот в реальных каких-то картинках и вы это можете собрать но я привела например дома здесь может быть у кого-то что-то другое но вот прям какой-то проект здесь ну для кого-то проект рождения ребенка почему-то кто-то вот может быть из вас сейчас находится как раз таки беременности и вот кто-то делает вот этот вот знаете проект вот как вот для вас здесь показывает картинка что вы переехали как может быть жили со свекровью в каком-то вот другом а сейчас вы как будто бы там поругались я не знаю поссорились переехали какую-то свою квартиру но зато она своя и вот у вас появилась вот да теперь у ребенка будет свои комнаты вот вы начинаете мечтать какими цветами покрасить и какая кроватка будет что как и вот вот что-то такое еще какие проекты здесь будут если кто-то книгу хочет написать либо пишет но пишет в стол в надежде того что может быть когда-нибудь эта книга будет издаваться и у меня такое ощущение что вам не нужно это не когда-то а найти сейчас какие-то такие вот есть сам издат какой-то да либо какие-то издательства вот онлайн формате да когда в принципе это не печатный вариант но этому это как-то вот продается пускай за маленькие деньги но это будет читаться вот я сейчас вам это говорю а вас вот прям страх как это как это то есть я столько лет допустим там писал стол и в надежде а тут типа мне говорят что да такое возможно и вот здесь страх появился за как это может быть попробуйте ищите варианты реализовывайте то есть время пришло уже реализовывать они просто мечтать еще какие здесь как-то с ключом с решением чего-то связано до какой-то проект что-то либо под ключ что-то такое с ключом связано ну ладно здесь проекты могут быть у каждого свои давайте посмотрим еще от чего вы кайфуете какие-то водные процедуры я не могу понять то ли этот закузи знаете такое ощущение что вот дорвался давно кто-то из вас хотел пойти вот в эти спа салоны процедуры и вот мне здесь показывают как маленький ребенок в закузи когда заходишь начинает вот это вот давление воды до с разных сторон на тебя идут прям такая вот радость детская что шарики какие-то что за шарики него понять эти пузырьки пузырьки вот какие-то такие пузырьки а кто-то просто наполняет ванну с вот этой вот мыльной пеной и но вот как ребенок радуется вот почему-то здесь какие-то ванны и водные процедуры они вас очень и очень радует может быть кто-то восстанавливается как терапия да и в воде не чувствуется весомости и это вот вас как будто бы знаете расслабляет как как вот обезболивает может быть у кого-то поясница болит очень сильно и вот в одет вы не чувствуете этот груз да и как будто бы расслабление вот вы отпустила это боли вот что-то здесь такое но в общем что-то приносит какие-то эмоции какую-то радость вам это приносит а чего вы кайфуете здесь выпала верховная жрица но она мне знаете она мне почему-то напоминает как человека который нитку в иголку пронзает знаете вот окей супер я просунул нитку в иголку в ушко иголки вот какая-то такая радость что вот я еще вижу я это могу может быть от какого-то рукоделия да вы получаете удовольствие а кто-то вот свел концы с концами я не знаю почему так ну то есть все получилось здесь это связано каким-то образом с финансами да то есть как то вот вы долго все сводили и вот получилось и вот вы радуетесь от этого кто-то построил дом поставил последний кирпич почему так мне показывают и вот вы 0 здесь какой-то радость туда чего вы кайфуете еще потому что вы нашли в себе силы знаете защитить себя защитить какой-то какую-то свою идею какой-то вот свое дитя в прямом смысле отстоять что-то то есть то что раньше вы как-то не могли сделать а сейчас у вас это получилось но если кому-то вот вы поскакали что мне так неожиданно холодно стало прям я не знаю я хочется сказать быстро быстро ноги отчего-то унесли что айну слава богу да то есть избавился пронесло вот что-то такое да как будто бы здесь вас в чем-то пронесло а чего вы еще кайфуете да от себя до того что вот вы тушкуков а того что вы наполнены от общения от той красоты в которой знаете когда внутри мы находимся в хорошем настроении то мы эту красоту и видим вокруг себя да потому что у нас ничего не тревожит мы наполнены вот по какой причине вы наполнены ну здесь у каждого своя но вот это вот ваше внутреннее удовольствие здесь монолиза идет по рынку и держит в руках цветы вот она такая знаете воодушевленная радостная такая я вроде бы и среди людей нахожусь и я хороша и мир хорош и все нас удовлетворяет вот это ваше внутреннее сейчас какое-то состояние давайте счет на этой колоде я посмотрю еще что вас от чего вы кайфуете именно сейчас не вообще по жизни а сейчас моменте здесь сейчас мы рассматриваем ну вот вы как будто вы знаете аркан мага да были манипулятор своей собственной жизни да то есть вы пришли наконец-таки к такому состоянию когда можете сами управлять своей собственной жизнью да я знаю что я хочу я это наконец-таки получаю еще сказать дорвался до чего-то долго долго шел не знаю может кто-то какое-то место получил назначение здесь какое-то вот теперь я стала глава теперь я могу сделать все либо знаете кто-то стал действительно хочет сказать совершеннолетним и вот теперь у меня свобода что-то здесь такое вы как будто бы ушли от чего-то от чего ушли либо от кого ушли стремление нет здесь скорее всего вы ушли от стремления то есть вы к чему-то раньше хотели идти здесь вы как будто бы пересмотрели эту ситуацию и по новому стали к ней относиться то есть вы как будто бы раньше что-то хотели добиться что-то хотели получить а теперь как будто бы пересмотрели и поняли что вот они совсем-то мне это надо было и правильно что у меня тогда не получалось а чего еще вы получаете удовольствие да и приняли какое-то правильное решение наконец-таки вы для себя приняли и определились с каким-то решением вот ваше решение принесло вам удовольствие так это у нас было двоечка и мы переходим к позиции номер три зелененькому камешку полуночник не знаю почему мне такая мысль идет ручки наверно потому что я снимаю порт на ночи как сова я работаю ночером когда моя мама а когда все люди просыпаются я сплю наверное вы тоже такие хорошо а чего вы кайфуете в моменте здесь и сейчас ну от того что вы стали император знаете наконец таки все я расслабился всем дал циу цельные указания да всем дал распоряжение и теперь все кипит все работает а я наблюдаю за процессом и как будто бы знаете вы строили везде правильно границы сели здесь не про расслабление а здесь про то что знаете вот вы и наблюдаете за тем процессом который процесс пошел теперь моя задача за ним только наблюдать например кто-то запустил какой-то свой бизнес много вкладывался теперь вы просто наблюдаете затем контролируете управляете чтоб все шло как часики по массу как и должно быть да вот здесь вот такое император да и вот семерка педагли да то есть то к чему вы очень долгое время шли да вы к этому пришли наконец-таки и сейчас этот процесс идет да ну мужские энергии выпадают король жезла да конечно же получать какое-то внутреннее самоудовлетворение до оттого что я смог куда у меня получилось его сложно было где-то сам сори вам даже сложно было это как-то вот высказать до сказать про это то есть даже найти вот такое точнее почему как мужчина вижу здесь они как женщина то есть я как будто бы сам в это не верил да вот если вы мужчина да вот вы как будто бы у вас все получилось но аж самому сложно поверить что вот я справился что я этого достиг что у меня это все таки получилось не то, что были сомнения, а просто очень много препятствий было, очень много трудностей, сложностей. Вот здесь вот у меня такое ощущение, что это вот мужская позиция. Здесь то, что я смотрю. Если вы женщина, мне даже сложно как-то вот проинтерпретировать. Здесь не то, что у вас есть мужские какие-то качества, а здесь вот как-то вот больше мне фонит мужская позиция, не женская. Что ж такого-то вы сделали? Ага, здесь был какой-то уход. От чего вы ушли? Почему вы пришли? Ну, знаете, здесь расставание было. Вы ушли от того, что... Вот если вы мужчина, здесь как будто бы развод был и на который вас очень сильно помотал, но вы как будто бы правильное решение приняли, что ли. ушли и оставили что-то позади. Даже если это не развод, это может быть как-то вот, знаете, с бизнесом, да, что-то оставили, то во что вы вкладывались. И потратили достаточно много, да, да, ресурсов, времени, денег, может быть. Но вот вы как-то успокоитесь. Вот опять-таки, если вы мужчина, мне показывают, какой-то бизнес у вас был. И то ли вы тут обанкротились, то ли что-то такое произошло, что вы как будто бы вышли в ноль. И вам нужно было найти, вот собрать себя, найти силы, пойти дальше, выстраивать заново, да, с самого нуля, с самого начала. И у вас вот это вот получилось. То, что я говорила ранее, да, что вот вы все процессное, да, вы еще не пришли, допустим, к тем результатам, что у вас было ранее, то есть к тем доходам. Но процесс уже запущен, и дальше он будет идти на масштабирование, и все будет хорошо. Ну, то есть вы самого минимума вы достигли. И вот это вот прям удовлетворение от от того, что не от себя, что вы смогли, а от того, что вот теперь я могу немножко расслабиться, да. Потому что слишком много напряженных месяцев было связано как-то с работой. То есть неизвестность, вот эти вот бессонницы, везде эти встречи, договоренности, непонятки. Ну, в общем, такая ситуация достаточно тяжелая. Но как как у всех мужчин вас это укрепило, да, вы стали сильнее, как-то более увереннее в себе, еще увереннее. Нет, это никак не повлияло на вашу самооценку, да, то есть это для вас какая-то вот прям, ну, как норма, да, преодоление, преодолевание каких-то трудностей, сложностей. Вот для вас это норма была. Вы как раньше чувствовали себя мужчиной, так и сейчас чувствуете. То есть нет, просто это вот еще один этап, еще один эверест вы достигли. Какой-то вот плюсик в свою копилку. но сказать, что как-то внутри вы изменились, да, это что-то вот вас сделало по-другому, нет, здесь нет такого. Хорошо, если вы женщина, то здесь, знаете, как будто бы действительно развод был какой-то, и то есть вы оставили то, что вы очень сильно любили. По крайней мере, были влюблены в это. То есть это может быть дело, это может быть у кого-то даже и ребенок. Ну, то есть в контексте того, что вы вынуждены были как-то переехать, оставить ребенка. Знаете, иногда ситуация так вынуждает, когда оставляешь ребенка, я не знаю, на своих родителей, а сам едешь на заработки. И вот этот вот момент вам давался очень сложно. И вы это все-таки сделали. Знаете, здесь не то, что вы положились на удачу, а здесь как будто бы вот фортуна вам улыбнулась за вашу решительность, за вашу решимость, что вот вы сделали, ну, то есть, а может быть здесь просто переезд, любимый город, так скажем, любимое место, где вы выросли, пришлось оставить и переехать, и вы правильно все сделали. Да, вот здесь вот удача она на вашей стороне, да, потому что и солнце выпало. То есть вы все правильно, ну, вы даже не сомневаетесь, правильно, вы сделали или нет. И вот и вы вот от этих перемен, да, вот здесь у вас в жизни произошли перемены достаточно весомые. А я не могу сказать, что они вот прям разделили вашу жизнь на до и после. Это был какой-то вот такой, знаете, естественный этап развития. и вы поступили абсолютно верно, да, да, это вот к тому, что у меня мурашки идут прям по телу, да, как показатель того, что да, это правильно. Поэтому да, это было больше ко мне. вы поступили абсолютно верно и пошли в новый этап, в новый этап своей собственной жизни. От чего? Вот от этого вы кайфуете. Я не могу сказать, что вот прям получаете, ну, я молодец, там что-то преодолел. Нет, а вот здесь вот такая, знаете, здесь фоновая радость о том, что да, это получилось. Окей, все, идем дальше, то есть к следующему этапу. Вот как-то вы не зацикливаетесь слишком эмоционально на этом. То есть здесь такое ощущение, что ну да, ничего такого особенного и не было, да, то есть допустим, там вывел компанию, там, в миллионные какие-то доходы, вот, и да ничего особенного, просто это следствие труда, да, вот здесь вот что-то такое. Это для вас ничего особенного, да, для другого человека это прям вау, вот к чему я это говорю. А либо там, ой, ну как ты смог там переехать, допустим, с одной страны в другое устроиться, у тебя все получилось, ну так просто получилось все. Почему, как, ну вот не важно. Вот для вас это вот как-то естественно, а для другого человека это вот действительно прям вау. Для вас это естественно, потому что у вас требования к себе абсолютно такие, ну высокие. Вы дисциплинированный человек. Хочется сказать, что вот дисциплина вам не чужда. Вы всегда себя держите в ежевых рукавичках, да, то есть допустим, если это питание, то это должно быть то питание, которое действительно кормит мой организм, да, и вот это вот позволить себе всякую фигню, перекусить эти чимсы или еще что-то. Нет, я такого не буду делать. Даже здесь не потому, что вы уже хотите, не хотите, а это насколько, настолько это ваш лайфстайл стало, вот эта вот дисциплина, что вы даже иногда и не думаете о том, что можно себя как-то побаловать, например, там выходные поспать побольше. Зачем? Вот вы как встаете в 5 утра, например, среди недели, вы и выходные будете вставать в 5 утра, да, то есть не такого, что значит выходной, или там отдых. Отдых это переключение с одной деятельности на другую. То есть если допустим, вот это вот прям точно про вас, то есть отдых для кого-то, это может быть полежать, поспать там, в отпуск сесть, а для вас отдых это реально переключение с одной деятельностью на другую. Например, если ваша основная деятельность, там какая-то вот физическая нагрузка, либо умственная, то для вас отдых это просто переключиться с мыслительного какого-то процесса, да, на какой-то другой, там я не знаю, пойти что-то приготовить, да, то есть в принципе вы не думаете, потому что включается автоматизм, либо пойти просто прогуляться, то есть это не про полежать, да, у вас нету такого отдыха пассивного, у вас даже отдых, он достаточно такой активный. Ну, например, здесь какую-то книжку почитать, да, и пускай эта книжка будет по, я не знаю, психологии, философии, где тоже нужно включать свои мозги, там, либо какая-то художественная литература, о чем нужно подумать, да, то есть, как бы так сказать, здесь закалка такая, вот это вот слово, прям, человек старой закалки, как я где-то слышала, это, да, это слово такое, расклад был, и там женщина, она говорила, вот это вот ваш полковник, да, то есть вы здесь, вот прям как полковник, красавчик, вот, вот что-то такое, независимо от того, мужчина вы или женщина, а чего вы еще кайфуете, притяжение, интересно, с чем это связано, что это за притяжение, а знаете, вы как будто бы ожидаете чего-то, что что-то хорошее должно произойти, и вот вам это нравится, знаете, это как это, предвкушение чего-то, вот у меня есть какая-то чуйка, что вот что-то будет, и мне от этого нравится, естественно, допустим, кто-то совершает там, ну, юбилей какой-то, либо вручение чего-то, и вот предвкушение того, что не просто я получу там, не знаю, награду, медаль, заслугу, там, чин, еще что-то, а это будет сопутствовать еще чему-то другому, и вот вы в предвкушении этого находитесь, а кто-то действительно ожидает, например, создать новые отношения, и вот это вот, знаете, кайфуется от того, что, ну, пока я одна, да, холостяк, либо холостая, и, ну, я получаю удовольствие от этого, потому что я знаю, что, ну, я протяну свою жизнь того человеку, который мне нужен, то есть вы не бегаете, вы ничего такого особого не делаете, а вы уповаетесь на своем собственном удовлетворении, потому что вы знаете, что в нужное время человек сам придет, вот вам ничего не нужно сделать, да, прорыв, и вышла карта как раз, которая так и называется, да, то есть единица ума, и вы тем самым совершаете прорыв, вот здесь какой-то новый у вас подход стал, да, вы как будто бы высказываете какое-то намерение, отпускаете, и дальше вы знаете, и дальше вы знаете, что это придет в нужное время, вот, здесь вы совершили какой-то прорыв, чем он был связан, хочется сказать, вы как будто бы научились достигать то, что вы хотите более легко, но долгое время у троек не было вот этой вот легкости, да, всегда был какой-то дьявол, смерть, трансформация, а вот здесь вот ощущение того, что вы, ну, как будто бы здесь завершилась трансформация, давайте так скажу, и у вас появилось вот это вот желание какой-то вот игривости, что ли, азарта какого-то, и на этой энергии, на этой волне вы совершили какой-то прорыв, да, из своей скуки, из своей депрессии, то есть вы как будто бы нашли в себе силы, что ли, и что-то изменилось, что-то помнили, ну, вообще, если честно, я вас поздравляю, потому что, ну, я сейчас вспомнила о том, что у вас долгое время была вот трансформация, вот это ощущение того, что вы ее завершили, вы как будто бы вышли из какого-то, ну, круга, по которому вы ходили, да, и вот выбыла карта сразу, которая говорит, будущее скрыто, да, то есть, что будет дальше, ну, дальше, пока от вас скрывают, хорошо, и давайте посмотрим на этой колоде, что, что там по времени, от чего вы кайфуете, от чего вы как будто бы избегали ранее, по восьмерке мечей, да, вы как будто бы перестали сейчас на это обращать, это вас закалило, вот то, что я говорила, да, ранее закалка, вы как будто бы прошли, как это комната называется, куда заходите, и, я уже забыла название, да, и проходите какие-то испытания, так вот, вы как будто бы, знаете, с какой-то легкостью, а еще вот этот вот, такая передача была, да, путь самурая, что ли, вот надо было преодолевать, ну, чисто спортивное, за период времени, преодолевать какие-то там сложности, там, подтягиваться, ну, вот как у пожарников иногда бывает уже, да, либо когда собак проверяют на выставках, да, когда вот овчарок, он должен там через забор перепрыгнуть, там, пролезть, по лестнице побежать и так далее, вот здесь вот такая какая-то череда препятствий, и вы ее прошли, и раньше, если раньше, вот вы вспомните, да, раньше вас это пугало, как, а сейчас вы как будто бы, знаете, так, ну, ну, и череда, и череда, и что я, и эту пройду, то есть какая-то вот уверенность, да, вы, вы вырастили себя, и вас это уже не пугает, и что бы ни было, вас уже не пугает, да, может быть, где-то вы понимаете, что нужно более серьезно к чему-то относиться, вот, но вы справитесь, вот здесь вот вы от чего кайфуете, да, от того, что, знаете, кто-то, может быть, проработал здесь страх какой-то критики, да, осуждений, то есть вы уже как-то, не то, что холоднокровно к этому относитесь, а вас уже не напрягает, допустим, критика, вас уже не напрягает, когда вы проходите какие-то собеседования, публичные, возможно, выступления, то есть какие-то колкие моменты в ваш адрес, они уже вас, хейт может быть, они вас уже не напрягают, вы уже как-то, ну, научились, что ли, быть более гибкими, адаптироваться, и идти, ну, вот, по своему пути, невзирая ни на что, вас уже не напрягает, вот второе, второе колесо фортуны выпадает, да, от чего вы кайфуете, от тех перемен, которые, знаете, раньше вы их, возможно, боялись, еще раз скажу, а сейчас эти перемены, они как будто бы стали часть вас, но это как человек, который первый раз садится в самолет, ему страшно, ему боязно, и после того, как он там совершил уже, я не знаю, 100 перелетов, да, для него это стало обыденностью, вот у вас вот это вот, что-то такое, то есть раньше для вас это было трудно, сложно, а сейчас вот эти вот все перемены, изменения, они стали для вас обыденностью, и ключевое по кольцо фортуны, вы вот эти вот все, непостоянства вашей жизни, да, вот эти все перемены, они для вас как будто бы стали, ну, какой-то стабильностью, вот каким-то постоянством, то есть что это значит, Это значит, что ваше отношение к этим переменам стало стабильным, а сами ситуации могут изменяться. То есть вы все время, как будто вы находитесь в центре колеса, в центре кукуруга. И тогда вот этот смерч вокруг вас, он не мотает, вы не стоите ни по обручу, ни по ободку этого смерча, который, знаете, иногда показывает деревяшки, поднимает животных, может поднять силы этого ветра. А вы находитесь в середине этого тайфуна, а там тихо, спокойно, вас ничего не трогает, вас ничего не ранит. Здесь где-то такое, вот вы от этого кайфуете. Что это такое, пятерка кубков. Ну, во-первых, вы как будто бы, знаете... Ощущение того, что вы как будто бы последние... У вас были последние семена и последняя как будто бы вода. И вот вы посеяли... Хотя вы могли, знаете, это съесть, но вы как будто бы посеяли семена на будущее, с учетом на будущее. А есть, как вам это объяснить? То есть вы кайфуете от того, что вы проступили правильно, что в нужный момент вы, знаете, как будто бы, ну, я не знаю, там, последние несколько штук картошки там, либо еще что-то. И вы это не съели так, чтобы это было разово, а потом вы голодали. А вы как будто бы это инвестировали, да, ну, то есть посадили для того, чтобы потом выросло намного больше, да. И, то есть, не одним днем, а как-то вот на перспективу что-то взрастили в себе. То есть вы как-то правильно поступили, с чем это было связано? Королева Мечея, вы знаете, вы как будто бы... Это было связано как раз-таки с переменами, да, вот с той трансформацией, о которой я говорила. Вы как будто бы не побоялись, понимаете? Вот здесь вот ключевое. Вы не побоялись каких-то перемен, каких-то изменений. Хватило мудрости и прорицательности поступить правильно, с учетом на будущее. Не в момент здесь и сейчас, а вот с учетом на будущее, да. И вы себе открыли какие-то новые возможности для этого. Вы шагнули в это новое. Здесь как будто бы не побоялись, да, доверились и шагнули в это будущее. У вас все получилось. Здесь какой-то вот этап завершился, знаете, здесь вот. Потому что вы был 21-й аркан мира, два раза колесо фортуны, то есть и солнце еще. То есть здесь вы какие-то, вы знаете, этапы, вы завершили их. Наконец-таки. У вас все получилось. И вот от этого вот вы, как вы, причем, знаете, какие-то циклы большие в вашей жизни, вот вы смогли с этим, вы справились, вы молодцы. И у вас все получилось. И поэтому вы по заслугам, конечно же, справедливо получаете удовлетворение и кайфуетесь от этого. Да, то, что вот результаты оказались теми, которых вы и ожидали. Потому что, ну, вам это не с неба упало. Вы над этим действительно работали. И у вас поэтому все получилось. И вы молодцы. Так, вот такой у меня был расклад сегодня для вас, мои полуночники. А я с вами прощаюсь. До новой недели. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok